Хочу прочитать вам свой авторский рассказ «Большая любовь маленькой коты». Глава первая. У детей, выросших в детском доме, особых излечений не бывает. Поэтому нам всегда приходилось самим что-то придумывать. В городе и на окраинах было много заброшенных домов. Обычно мы делились на группы и находили дома со странными историями, а после устраивали экскурсии друг для друга. Те, у кого была более богатая фантазия, сами придумывали истории. И чаще они и были наиболее интересными. В этот заброшенный двор нас привел Борис Плетнев, парень старшей группы. История двора была довольно печальной. Произошло это в конце 30-х годов, в разгар сталинских репрессий. В этом дворе жила семья секретаря порткома военного завода Нукзара Габриарци. Еще в юные годы он состоял в банде Сталина. И личное знакомство с вождем делало его одним из влиятельных людей в городе. У Нукзара Тамазовича была единственная дочь. Звали ее Екатерина. Котель, так называли ее дома, в школе дружила с мальчиком по имени Генрих. Это была обычная, наивная дружба советских детей. Они вместе ходили в школу, библиотеку. Помогали ребятам из младших классов, старикам, живущим по соседству. Но уже в старших классах было заметно, как детская привязанность переросла в нечто большее, чем просто дружба. Это была настоящая любовь двух юных сердец. После школы Котель поступила в педагогический институт, а Генрих решил стать инженером. Уже на первом курсе он сделал предложение Екатерине. Она ни минуты не колеблась и согласилась, так как не представляла свою жизнь без Генриха. Решение дочери выйти замуж, Нукзар Тамазович воспринял вполне спокойно. Генрих ему всегда нравился. Он хорошо учился, занимался спортом и, разумеется, был комсомольцем. Глава 2 Это случилось в начале ноября. У них в институте, как и во всей стране, все готовились к празднованию 20-летия Октябрьской революции, и Екатерина вернулась с занятий позже обычного. Мать Котель, всегда приветливо встречавшая ее, с нескрываемым раздражением в голосе спросила, почему она так поздно пришла. Опять со своим барином встречалась. Котель не поняла, почему мать назвала Генриха барином. Тина Атаровна знала его с первого класса и всегда поощряла их дружбу. Мама, какой еще барин? Генрих комсомолец? Вступила за своего любимого Котель, но мать оборвала ее на полусловие. Тебе еще учиться надо. И вообще, мы с папой не хотим, чтобы ты впредь встречалась с Генрихом. Я даже имени его слышать не хочу. Никогда прежде Екатерина не видела свою мать в таком состоянии. Когда отец вернулся домой, она решила поговорить с ним. Но то, что Котель услышала от него, было ужаснее, чем нежелание Тина Атаровна слышать имя Генриха. Нукзар Томанович сказал, что Генрих из бывших дворян. Его бабушка англичанка, и не исключено, что он английский шпион. Никогда прежде Котель не спорила с родителями, но сейчас она изо всех сил пыталась защитить Генриха. Но все было бесполезно. Это были такие времена, когда малейший намек на дворянское происхождение – и ты уже враг народа. Находились свидетели антисоветских связей, а также соучастники и жертвы вашего предательства. Нукзар Томанович напрочь запретил дочери встречаться с Генрихом. Котель догадывалась, что Генрих не престоледин, как все остальные в ее окружении. Он был очень тонченым, прекрасно знал английский, хотя в школе они проходили немецкий. Играл на рояле и часто цитировал святое писание, что тогда было под запретом. Но мысль о том, что ее любимый иностранный шпион, казалась ей кощуственной. Утром Котель проснулась раньше обычного, но встать с постели не было сил. У нее был жар. На кухне едва слышно беседовали родители. С трудом встав с кровати, она приоткрыла дверь, чтобы услышать их. Котель была уверена, что отец говорит о Генрихе. Не понимаю, как все это время ему удавалось скрывать свое происхождение. И в комсомол его приняли, и в институт поступил. Кому сказать? Он даже к нам домой приходил. Надеясь о том, что Котель за него замуж собиралась, никто не знает. На вопрос матери, арестуют ли Генриха, Макзар Томазович ответил, что в органах разберутся. И если он шпион, а он наверняка шпион, иначе не скрывал бы свое происхождение, то понесет наказание по всей строгости закона. Понимая, что по всей строгости закона означает расстрел, Сина Атаровна в ужасе произнесла. Он же совсем молодой. Врагов народа надо уничтожать еще в колыбели, категорично заявил Макзар Томазович. Котель уже не могла слушать дальше весь этот бред. Вся в слезах, она зашла на кухню. Если все дворяне враги, почему в школе проходим пушки на Толстого, а декабристы? Макзар Томазович был непоколебим. Ни слова дочери, ни ее слезы не трогали его. Отчаявшись, Котель сказала такое, после чего отец пришел в ярость. А ведь отец Ленина дворянин, значит, сам Владимир Ильич тоже? Не дав дочери договорить, Макзар Томазович ударил ее. У Котель из носа хлынула кровь. Сина Атаровна в ужасе вскликнула, а Екатерина, утирая багряную кровь с лица, произнесла. Спасибо вам, товарищ Каприация, и, задыхаясь от рыданий, убежала в свою комнату. Сина Атарна хотела пойти за дочерью, но разгневанный Макзар Томазович остановил ее. Перебесится. Глава третья. На следующее утро Котель решила первым делом пойти домой Генриху. Когда она постучалась, дверь открыла соседка по коммуналке и сказала, что Генриха с матерью забрали вчера вечером. Вот так и живем. И не знаем, что шпионы под боком поселились. Они мне всегда не нравились, интеллигенты, паршивые. Я сказала офицерам из органов, что они между собой всегда на иностранном языке говорили. Наверняка было что скрывать. Котель стояла как вкопанная. Ей так хотелось, чтобы все это оказалось кошмарным сном. Сейчас она проснется, а все происходящее ей снится. А тебе что надо было, девочка? Или ты тоже из них? Прищурив глаза, спросила бдительная соседка. Екатерина, от страха попятившись назад, едва слышно произнесла «нет» и убежала прочь. Как некогда Иуда отрекся от Иисуса, так же Кота сегодня отреклась от Генриха. По дороге домой она встретила его однокурсника. Он сказал, что сегодня куратора группы объявила об исключении Генриха из института и комсомола. Выяснилось, что Генрих английский шпион. Эта новость окончательно подкосила Коте. Она прибежала домой и пыталась рассказать матери о случившемся, но Тина Атаруна отказывалась слушать свою дочь. Когда же вечером, придя с работы, отец узнал, что Коте ходила домой к Генриху, он запер ее и запретил выходить из комнаты. А Женец сказал, «Утром позвоню в институт и скажу, что у нее пневмония». Родители продержали ее в заперти почти две недели. Сама Коте уже потеряла счет времени. Все это время она ничего не ела, только изредка пила воду. Часами напролет рыдала, а потом обессиленная надолго усыпала. Коте так исхудало, что была похожа на призрак. Она постоянно бредила, повторяя имя любимого. Времена матери каталось, что у дочери помочился рассудок. На пятнадцатый день Нагзар Томазович, вернувшись с работы, сказал жене, «Можешь отворить дверь, уже все». Трибунал вынес приговор, а сегодня утро решение привелилось в исполнение. Тина Атарова в душе хоть и понималась у нелепой ситуации, но перечить мужу боялась. Тихонько утирая слезы, она направилась к дочери. Коте проснулась на звук ключа в замочной скважине. Открыв дверь, Тина Атаровна не смогла зайти, не зная, как сказать Коте, что Генриха уже нет. Она просто распахнула дверь и вернулась на кухню. Как птица, которую долго держали запертую в клетке, боится покинуть ее, так как Коте долго не решалась выйти из комнаты. И вышла, только когда услышала, как отец сказал, что завтра она может пойти на занятия. Увидев Коте на пороге кухни, Мукзар Томазович не смог сдержать своего удивления. Все эти дни, пока Коте была заперти, он не видел ее и не предполагал, во что превратила горе его дочь. Дрожащим голосом она спросила, есть ли новости о Генрихе. Тина Атаровна в нерешительности взглянула на мужа. Он уткнулся в газету, читая очередное обращение вождя к народу. «Ты пока присядь, поешь что-нибудь, я вот пирогов напекла», – сказала Тина Атаровна, едва сдерживая слезы. «Что с Генрихом?» «Его уже отпустили?» – вновь спросила Коте. Но родители ничего так и не ответили. Неизвестность о судьбе Генриха и молчание родителей сводили ее с ума. Из последних сил она ударила по столу и закричала. «Почему вы молчите? Мне кто-нибудь скажет, что с Генрихом?» Мукзар Томазович сложил газету и спокойно, словно не замечая крик дочери, произнес. «Тебе уже незачем о нем беспокоиться. Теперь для тебя главное – хорошо учиться и больше не марать имя нашей семьи дружбой с врагами народа. А Генриха больше нет». Коте догадывалась, что Генриха могут расстрелять, но все же где-то в глубине души надеялась на чудо. «Ты и правда веришь то, что Генрих и тетя Лиза – английские шпионы?» «Теперь это не важно, доченька. Расстреляли ни в чем не повинных людей. А ты говоришь, не важно?» «Пламя революции не уничтожило всех врагов. Вот нам теперь приходится проводить чистку. Возможно, под эту чистку попадут и невиновные. Но, как говорит Егор Степанович, лучше перебдеть, чем недобдеть». Сказав последнюю фразу, Нукзар Томазович ухмыльнулся. В ужасе от слов отца, Коте попятилась назад. Было ясно говорить с ним бесполезно. На самом деле, Коте потеряла не только Генриха, но и отца. Она уже не хотела считать себя его дочерью. Запишусь в своей комнате, Коте долго думала, как ей дальше жить. Она потеряла любимого человека. Это было горе, с которым трудно жить. Но жить с тем, что она презирала отца и его идеалы, было гораздо труднее. Коте хотела уйти, но куда именно не знала. Она еще долго думала над словами отца. И именно в них нашла выход. «Пламя революции», – шепотом произнесла Коте. Она встала с кровати, взяла диск бумаги и написала письмо родителям. Затем достала с полки альбом с фотографиями. Первые страницы она просмотрела довольно быстро. Но последние несколько страниц она разглядывала долго. Это были школьные фотографии, на которых был и Генрих. Коте взглянул на часы. Было уже поздно. Скоро рассвет. И ей надо было спешить. Она напоследок углядела в свою комнату. А затем тихонько прошла на кухню. Взяв самое необходимое и осторожно открыть дверь, Коте поспешила во двор. Глава четвертая. Дом, в котором жила семья Габрианцы, до революции принадлежал еврею-ростовщику, которого тоже поглотило пламя революции. Теперь же здесь жили семь работников военного завода. Коте села на скамейку напротив оконах квартиры. Ждать осталось недолго. Родно в шесть утра, Нукзар Тамазович выходил на балкон и делал зарядку. Через несколько минут в окне зажегся свет. Коте поспешно сняла пальто, открыла бутылку с керосином и облила себя. Как только отец вышел на балкон, она зажгла спички, и так как руки были в керосине, все ее тело мгновенно охватило пламя. Еще не расцвело, и лишь робкие лучи солнца, прокрадываясь между домами, пытались заглянуть во двор. Нукзар Тамазович все еще сонно не сразу понял, что происходит. — Вот мерзавцы, что они там подожгли? — сказал он, грозно ударив рукой по перилам балкона. Коте первые несколько секунд, стиснув зубы, молчало. Но как только пламя коснулось ее лица и волос, она стала кричать от страха и боли. И тогда, узнав голос дочери, Нукзар Тамазович в ужасе стал звать жену. — Тина! Коте горит! Наша дочь горит! — напуганная Тина Атаровна не сразу поняла, что случилось. Когда они оказались во дворе, соседи с первого этажа, прибежавшие на крики, уже пытались спасти горящую Коте. Через несколько минут им все же удалось потушить пламя. Обгоревшую Коте доставили в больницу. Глава пятая Нукзар Тамазович почти на коленях умолял врача спасти его дочь. Доктор пообещал сделать все возможное. Через пару часов врач вышел к родителям и сказал. — Товарищ габриарцы, у вашей дочери очень много ожогов. К тому же организм у нее очень истощен. Она чем-то болела? Нукзар Тамазович по сильным взглядам посмотрел на жену. Та, утирая слезы, ответила, что она ничем не болела. — Я не стану от вас ничего скрывать. Если Екатерина доживет до вечера, тогда, возможно, у нее есть шанс. А если нет... Слова врача прервало Руданя Тинаатаровна. — Мы можем увидеть Коте, — взмолвился Нукзар Тамазович. Врач сказал, что дочь не хочет их видеть. И просила его не пускать родителей, даже если она уже умирает. Вы сможете увидеть свою дочь, когда она уснет. Ее нельзя беспокоить. Через полчаса подошла медсестра и провела родителей к уснувшей Коте. — Пожалуйста, только очень тихо, — обратилась она к схлипывающей матери. Несмотря на то, что в палате было прохладно, Коте ничем не накрыли. Из-за ожогов любые прикосновения причиняли нестерпимую боль. Больших усилий стоило Тинеатарам не сдержать себя, чтобы не разрыдаться при виде Коте. Но помни слова врача, что она не хочет их видеть, несчастная мать, зажав рот ладонями, смотрела на свою едва дышащую дочь. Напротив Коте с обожженными в заводской лаборатории кислотой руками лежала женщина лет сорока. Тихонько, чтобы не разбудить Екатерину, женщина сказала. — До того, как сделали укол, ваша дочь бредила, все звала какого-то Генриха. А засыпаясь, сказала. — Я скоро приду к тебе. Не в состоянии сдержать себя, Тинаатаровна выбежала из палаты. Она понимала, что дочь умирает, и никто не в состоянии ее спасти. Когда Нагзар Томазович вышел за ней, жена набросилась на него с упреками. — Это ты во всем виноват. Мою дочь погубил не арест Генриха, а твоя жестокость. Даже если Генрих и был виноват, тебе не надо было так жестоко обращаться с собственным ребенком. Я всего лишь хотел уберечь ее. Если бы узнали, что враг народа — жених нашей дочери, то сама понимаешь, чем все это могло обернуться для нас. Не для нее, а для тебя. Ты боялся не за Катэ, а за себя и за свое теплое место. Долго еще Тинаатаровна обвиняла мужа, и когда Нагзар Томазович в очередной раз попытался оправдаться, его прервала медсестра. — Товарищ Габриадзе, доктор просит вас вернуться в палату. Непримиримый атеист, он отчаянно молился в душе неведомому ему Богу за спасение своей дочери. Зайдя в палату, Нагзар Томазович увидел, как врачи что-то бурно обсуждают возле кровати, на которой лежала Катэ. — Что с ней? — с порога спросил он дрожащим голосом. Из-за многочисленных повреждений кожи Екатерина теряет температуру тела. — Ну так накруйте ее чем-то, — взмолилась Тинаатаровна. — Это не внешний, а внутренний процесс. Организм теряет тепло гораздо быстрее, чем его вырабатывает. К тому же она сама никак не сопротивляется. В ней нет желания жить. — При чем тут желание жить? Вы же доктор! Сделайте что-нибудь! — возмутился Нагзар Томазович. Он набросился на врача, обвиняя его в некомпетентности, как вдруг послышался голос Катэ. — Холодно! — едва слышно прошептала она. — Девочка моя! — тихо произнесла Тинаатаровна и подошла к дочери. Катэ посмотрела на мать, а потом, взглянув на врача, хотела что-то сказать, но кожа лица так сильно обгорела, что ей трудно было шевелить губами. Любое движение причиняло ей боль. Тинаатаровна, рыдая, бросилась к ногам дочери. Ей хотелось обнять своего ребенка, но из боязни причинить ей боль, она, прочитая глаз на край пастыне, врач был в нерешительности, он не знал, как ему поступить. С одной стороны, Катэ не хотела видеть родителей, и ее нельзя было беспокоить. С другой стороны, врач знал, что Катэ умирает, и он не имел права лишать родителей возможности быть рядом с дочерью в последние часы ее жизни. Тинаатарова дрожащим голосом замолилась. «Ради Бога! Сделайте что-нибудь! Она не может умереть, ведь она же совсем ребенок!» Врач беспомощно развел руками, сказав, что они делают все возможное. Теоретически, при таких ожогах у пациента есть небольшой шанс выжить. Но проблема была в том, что Катэ сама словно с нетерпением ждала смерти. Девочка медленно умирала. Временами она бредила, и никто не мог разобрать ее речь. Медсестра сделала очередной укол и сменила повязки. Катэ вновь начала бредить. На этот раз она вполне отчетливо произнесла. «Мы идем к тебе, Генрих!» «Почему она сказала «мы?» – обратилась Тинаатарова, входящему в палату врачу. Она бредит. Не надо буквально воспринимать ее слова. Врач знал, что Катэ беременна, но не стал говорить родителям. Ближе к вечеру состояние Катэ обострилось. Она уже почти не приходила в себя. Врач сказала родителям, чтобы они готовились к худшему. В те короткие минуты, когда Катэ приходила в себя, она молча лежала с закрытыми глазами. Катэ умерла ровно в полночь, не приходя в сознание. Она ушла, так и не простив своих родителей. Глава шестая. Шел седьмой день, как не стало Катэ. Тинаатаровна не могла сомкнуть глаз. Она, не переставая, плакала. Боль утраты все никак не стихала. После похорон она обнаружила письмо дочери. А возле письма лежали клочки бумаги. Это был консомольский билет Катэ. Десятки раз в течение дня Тинаатаровна перечитывала письмо. А если Нукзар Тамазович был дома, то читала его в слов. Она не могла смириться за смертью дочери. Горе поедало ее разум. Послушай, Нукзар, сколько боли и отчаяния в ее словах. Сказав это, она в очередной раз перечитала письмо дочери. Тина и Нукзар Габриадзе. Когда-то мы были счастливой семьей. Но сейчас между нами такая большая пропасть, что можно разбиться, пытаясь перешагнуть ее. В тот день, когда вы объявили о расстреле Генриха, сами того не зная, подписали и мой смертный приговор. Генриха убили чекисты. А меня вы. Будь вы чуть милосерднее, может тогда ради своего ребенка с болью в сердце я бы продолжала жить. Но увы. Без Генриха жить я не могу. А с вами не хочу. Вот почему она в бреду говорила мы. Она знала, что беременна. Ты погубил и свою дочь, и ее неродившуюся дитя. С того дня, как не стало коты, Нукзар Томазович почти не сговаривал. Даже когда жена бросалась на него с обвинениями, он молча сносил каждое ее слово. Тина, я должен тебе что-то сказать. Неожиданно заговорил он. Присядь. Тина Атаровна аккуратно сложила письмо и села рядом с мужем. Мне трудно говорить. Поэтому, пожалуйста, не перебивай меня. Тина Атаровна утвердительно кивнула головой. Знаешь, я солгал, когда сказал, что Генрика стреляли. Его оседили на 15 лет, а Лизу на 10. Если бы коты узнала об этом, то Нукзар Томазович нервно потерла ладони, то она погубила бы себя, бегая за ним по лагерям. И ты решил погубить ее сам. Нукзар Томазович хотел ответить жене, но она, не желая слушать его, ушла в комнату дочи и заперлась. Он пытался как-то оправдаться, говорил, что хотел уберечь дочь, но в ответ слышал лишь ждание своей жены. Она рыдала, проклиная себя, за то, что не поддержала коты в ее несчастье, а была на стороне мужа. Через пару часов Нукзар Томазович услышал, как открылась дверь в комнате дочери. Он надеялся, что же она наконец-то успокоилась. И правда, Тина Атаровна выглядела вполне спокойной. Она прошла на кухню. Там в шкафчике было несколько баночек с лекарствами от бессонницы, которые врач прописал Нукзару Томазовичу. Тина Атаровна размельчила кость таблеток, нарезала несколько ломтиков хлеба, взяла с полки два стакана и графин с водкой. Когда она зашла в комнату с подносом в руках, Нукзар Томазович был очень сильно удивлен. «Помянем нашу девочку», — сказала она, садясь за стол. Нукзар Томазович в недоумении смотрел на жену, но не решался сказать что-либо. «Я забыла закуску на кухне». «Принеси, пожалуйста». Нукзар Томазович послушно пошел на кухню. Тина Атаровна поспешно достала из кармана клочок бумаги, в который завернула размельченные таблетки, и высыпала их в графин с водкой. Муж вернулся с двумя тарелками, в одной была картошка, а в другой соленые огурцы. «Прости нас, девочка моя», — произнесла Тина Атаровна. Она слегка пригубила, а муж залпом выпил весь стакан. В течение получаса Нукзар Томазович полностью опустошил графин. «Что-то мне не по себе стало. Голова кружится. «Пойди приляг», — с поддельной заботливостью сказала Тина Атаровна мужу. Через несколько минут он уснул. Тина Атаровна открыла шкаф, она даже не пыталась осторожничать. Муж и в обычное время крепко спал, а после того, как выпит, его вообще не доводишься. На верхней полке рядом со шляпами была коробка, которую давно не открывали. Еще с гражданской войны у Нукзара Томазовича остался револьвер. По молодости он и жену учил стрелять. Патронов осталось мало, всего четыре, но ей и двух было достаточно. Она зарядила револьвер и подошла к лежащему на кровати мужу. Тина Атаровна не могла решить, куда выстрелить, в сердце или в лоб. Подумав, она все же решила, что в сердце лучше не стрелять. Неизвестно, есть ли оно у ее мужа. Взяв подушку, она прикрыла его лицо и выстрелила прямо в лоб. Тело его содрогнулось, и через мгновение он умер. Несмотря на то, что она стреляла через подушку, выстрел был довольно громкий. Было слышно, как за стеной переполошились соседи. Тина Атаровна для достоверности проверила пульс. Прости меня, дорогой, но я не могла иначе. Ей надо было успеть сделать вторую выстрел раньше, чем придут соседи. Она достала из кармана письмо Катэ, которое знала наизусть. Просмотрев его в последний раз, Тина Атаровна приложила револьвер к виску. За дверью были слышны голоса соседей. «Надо поспешить», – прошептала она. Тине Атаровна было стыдно признавать для себя в том, что ей страшно. Она зажмурил глаза, нажалом крок. Расстался очередной влюстрю. Соседи не стали стучаться, а сразу же, выбив дверь, ворвались в квартиру. Но было уже поздно. Эпилог. Спустя годы я захотела узнать, была ли эта история правдой. Мне было интересно, что стало с Генрихом. Теоретически он смог бы выжить. Ему было всего 18 лет. А осудили его на 15. Следовательно, он должен был освободиться в 33 года. Дом, в котором, предположительно, жила семья Габриатцы, разрушили в начале 60-х и построили хрущевки. Соседи все были новые, и никто даже не слышал об этой истории. Поэтому, чтобы узнать правду, надо было найти Бориса Плетнева. Борис еще в детском доме любил лазать по крышам, а после школы увлекся экстремальными видами спорта и стал каскадером. Он погиб во время съемок. К сожалению, мне так и не удалось узнать, была ли эта история правдой, или Борис придумал ее сам.